Всем привет! С вами канал EnjoyVTV, и мы продолжаем масс-эффект. Я тут подумал, чисто теоретически, лететь на Вайтран... Больше не появилось? Коричневое море. На Вайтран... А, Вер... Вермейр. Ну, там Вайтран, по-моему, будет. До того, как мы расшарим станцию вершины, смысла нет. Так, что это такое? Это Хокинса. Ну-ка, что у нас по ней записано? Блин, надо было по-другому ввести записи, но ладно. Это Хокинса, только одна век у нас. Ну-ка, проверим. Да, одна век. Ладно. Тета-си... А вот этой, по-моему, нет у нас. Тета-сикса. Да, я даже ее не помню. Так, ну, а скопление местное, туманность, кнокс-бета. Ну, давайте ломанемся... Получается, сюда. Сейчас, один момент. Так. Тета-си-кса. И вот, и скорее всего, мы сначала ломанемся на тренировочную базу, посмотрим, что нам дает выполнение всего. Не, я знаю, что в конце, если мы все выполним, нам дадут тебе такую квартирку, чисто зайти поапантоваться. А если смысл в этом, я посмотрю. Ну, в смысле, будем получать мы с этого опыт, профит какой-нибудь и так далее. Если не будет, но я не знаю, есть ли смысл на прохождение это делать. Уже все задания там прям однотипные. Прямо, не знаю как. Просто выбираем, что... Альтамео. Сейчас, секунду, запишу. Альтамео. Просто выбираем территорию, выбираем с кем сражаемся и выбираем прочую разную лажу. В принципе, будет в четвертой части... Ой, в этой... Скажите мне, я вам скажу. В третьей части испытания будут примеры того же Макара, только, мне кажется, там пополезнее это будет. Так. Эль. Так. Поэтому я не знаю, есть ли смысл... В этом вообще. Разведать. Вы обнаружили металл. Магний. Потому что смысл был бы, если только с этого, допустим, с каждой победы мы получали бы опыт. Ничего полезного. А так, там мы в итоге получим только то, что нам скажут, давайте переживите Блиц. Если вы переживете Блиц, типа, все будет хорошо. Ну, я же говорю, будет аналогичное задание в третьей части. Альтаи представляет собой примерное... Редкой планетарной формы планеты Роша. Иными словами, она совместно с другой необычно плотной небольшой планетой земного типа формирует двойную систему планет, обращающийся друг вокруг друга, настолько близко, что именно фактически имеют общую атмосферу. Это не означает, что можно свободно пролетать с Альтао до Антео, и наоборот, но их атмосферы идентичны, и пыль с одной планеты часто оказывается на другой. Атмосфера обеих планет содержит азот и этан. Климат Алатея теплый, большая часть поверхности представляет собой скалистые базальтовые образования, покрытые кварцевой пылью. Имеются богатые залежи тяжелых металлов и радиоактивных элементов. Приливно-отливных эффектов, вызываемых Антае, является причиной сильных ветра. Вообще, нифига не понял, но там планеты рядом, там пересекаются, не пересекаются, мне это мало волнует. Итак, вернемся к нашей мысли по поводу... По поводу и без поводу, по поводу той базы. Скорее всего, возможно, мы заскочим туда, чтобы просто посмотреть, получаем ли мы с победой что-либо. И если получаем, допустим, опыт или деньги, то можем будет попробовать, потому что нам нужен максимальный опыт. Я не думаю, что настолько... Блин, как близко. Но это опять же этот Марс. Ну, по крайней мере, та же планета, они везде одну текстуру используют, просто... То ближе, то дальше, думаю, это я не замечу. Такое ощущение, как будто... Нет, глюки. Ладно, не суть. Я думал, что все окей, а я, оказывается, просто с ума схожу. Так, заедем сначала сюда, возьмем ресурс, потом сюда, потом сюда, 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 сюда. Здесь что-то есть. И здесь. Так, время я засек. Так что примерно я знаю, сколько у нас времени. Возможно, мы успеем две планеты зачистить, если найдем вторую. И вот. Поэтому я вот не знаю, есть ли смысл. Кому будет интересно? Ладно, вот путешествие. Планета, просто посмотреть, посмотреть ресурсы, как добываются. Ну, чисто такой вот... Как сказать... Проникание в роль, вживание в роль, не знаю, вживение в роль. Короче, просто путешествие. А те миссии, которые просто являются, что нужно победить одних врагов, чтобы открыть более высокую сложность... Я не знаю. Самарий. Насколько это будет интересно. Я не думаю, что и так многим будет интересно смотреть, как я просто по планетам разъезжаю на свою маку. Но кто знает. Мне, например, надо просто прикольно посмотреть вот... Ой, на космос. На планеты, на пейзажи. Вот, я же говорю, это одна и та же планета. Мы вот эту расщельную всегда видели. Халявщики, халтурщики. Ну, ладно. А в тренировочный комплекс он чисто так... Посоревноваться, постреляться. Ну, посмотрим. Если дает опыт, то, конечно, надо будет, потому что у нас какой? У нас 49 уровень, мы еще не до конца достигли. Нам нужно еще поднять несколько уровней. Блин. И это плохо. То есть, по-моему, здесь сейчас у нас максимально 60-е, и мы жестко отстаем. Пошли дальше. Потому что у нас уже все ближе к финалу, потому что заданий уже почти нету никаких. Сражение с золотой. И мы 60-е не наберем, и я буду очень грустный. Потому что я хотел быть максимально доступным уровнем, открыть последнее достижение в этой игре, которая мне не открыта. Ну, там еще есть достижение пройти игру определенным классом, я не всеми прошел ее. Блин, это страшно, представьте, я столько раз проходил, почему я раньше не стал записываться? Обидно. Вот тогда бы я не прошел всеми классами, не знал бы нюансов и прочее. Пошел бы, допустим, тем же снайпером, и в третьей части бы облажался на записи. Сказал, блин, не могу пройти, потому что я, ну... У меня нету способностей, чтобы противостоять врагу. У меня есть пистолет, но и толку все навыки у меня закачаны на снайперский выстрел. А, и там враги уже. Такс. Сначала вот это. Что? Слышали звук? Матриарх. В одном из отсеков разбитого спутника вы обнаружите фрагмент записи Матриарха Дилига, неизвестно, как он там оказался. Это же рахни были. Тут нет рахни. Вот этот звук. Это рахни? Здесь нет меч, что они рахни? Вы что? Офигеть. Прикольно. А, вот и... Вот и рахни. О, за них опыт дается. 281, почти в два раза больше. Вперед, вперед, рахни. Вперед, рахни. А, давайте. Опа. Так, сбоку зашли. Все, убил, молодец. Ха. Покоцали. А, да, я в прошлой части зашел, все продал, и у нас теперь почти максимальная сумма доступная. Блин, рахни. Блин, рахни. Возможно, это будет одна планета, потому что с рахней сражаться сложно. Бердс. 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 Пошел вон. Давай, 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 давай. Я выжму каждую капельку опыта изложить. Что, все? Да, все. Господи, ляра. А я не зашел в аптеку, чтобы пополнить себе эти аптечки. Ну, кто там? А. Черт. Боялся этого. Все. Это, наверное, так я полагаю, база Цербера, которая выращивает рахни. Эх, Цербер, Цербер. Они везде вылазят и портят нам жизнь. Ты кто? Ты труп. Понял, вопросов не имею. Еще ин трупак. Блин, если там рахнет, то будет жесть. Ну, пока. А, ну их не так много, потому что нормально. Давай, помри. Ништяк. Сколько мы деньги выбиваем, мне интересно. Вот мы их убили, и нам деньги падают. А, лучше не патрон. А, преобразуемся. Мы уже почти максимум. Развитый. Максимум, насколько это возможно. В принципе, мы все точки посетили. У нас только остается еще одна точка и двоечка. Которая указывает нам в другую сторону. Не интересно, что там будет. Яйца рахни. Биоусилитель. Ладно, возьмем, посмотрим потом. А что только я уничтожаю? Вообще, пофиг на них. А, ладно. Нэть. Нэть. Все, максимум. Больше плавить не имеет смысла. Блин, везде все набирает обороты, а. Назовем песню. Это песни рахни. Если я не забуду. Снежная буря. Жесть. Десяточка. Так. Биоусилитель это не сюда. Это вот этот. Снежная буря. Что мне дает? Минус поглощение тепла, но плюс. Угненная мощь. Цель плюс. 28 урон. Скорострельность. Давайте вот это, давайте. Судя по записям, два дня назад прилетал грузовой корабль. Рахни сработали быстро. Расскажите мне про грузовой корабль. По идее, эта планета необитаема. Рахни не могли просто возникнуть из воздуха. Еще секунду. Эта база обеспечивается дронами, которые вылетают с нерегулярными интервалами с различных станций, чтобы их не отследили. Есть. Этот корабль прилетел из Ро Аргуса. Где бы это ни было, вероятно, там есть еще рахни. Нужно докопаться до сути этого дела. Так точно. По всей видимости, распространение рахни на Альтае произошло после прибытия корабля с Ро Аргуса, в журнале, которого вам удается скачать с компьютера корабля, вы должно быть... А, в журнале, который вам удалось скачать с компьютера корабля, должны быть написаны, откуда он прилетел. Ой, Ро Аргус, мы же там шарились, там, скажу себе, еще новое скопление. Ну, ладно, разберемся. Сейчас нам тут делать больше нечего. Такс. Ломанемся отсюда. Мне говорят, что есть вот тут что-то. Даже не тут, а. Тут. И я хочу узнать, что это. Прежде чем еще проверим одну точку. Да не могут быть такие скалы вытянутые. А вы думаете... А вы страдай потом. Так, там враги. Рахни. Опять эти гады. Ну, давайте, вылазите. Один рахни солдат отличается от других. Что-то больше их. Да, он реально больше такой-то. Что за фигня? Что-то прям опасное. Рахни-биотик. Я засмотрелся слишком на этот. Скажите мне на прокачку. Так, вот мы открыли второе. Шок сбивает с ног органического противника 3 секунды, нанося токсичный урон. Ага. Снижение токсичности 30. Снижение токсичности 60. Ну, ладно. Тут нечего... Ага, он стазис прокачал. Так, нам еще две точки. Ух ты ж. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиг ли давай корабль трогаешь. Субтитры сделал DimaTorzok. Неслабо они его. Субтитры сделал DimaTorzok. У нас дно горит. Нормально. Фига себе, у вас ещё больше, да? Так, они к нам движутся. Афиг ли вы такие живучие? Блин, ну ладно. Здесь была колония Рахни, и у нас ещё, говорит, есть одна точка сверху. Деда тут. Давай, сохраняй. Ладно, поехал. Ха. Да, как жалко, когда отпуск отходит к концу. В принципе, за отпуск я снял очень много видео. Наверное, даже больше, чем я поснимал бы за месяц в обычном режиме. Эх, мне будет его не хватать. На-а-а. Опа. Испугался, думал, сломал. Эх. Жалко, что мне канал не так популярен вообще. Так бы, может быть, забил бы на работу и занимался только каналом. Кто-то советует уйти в стрим. А-па. Но стрим я пока не могу. А-а-а. Не успел. Ну всё, возвращаемся. На этой планете нам больше делать нечего. Нам говорят, лететь в Роаргус. А мы были в Роаргусе. Сколько у нас там планет? Это Хокинса. Роаргус. Две планеты у нас там есть. Ну и, да. В общем, мы там две обошарили. А Латео прошарили. Тут делать больше нечего. Предел Кеппера. Ну-ка, предел Кепплера. Ньютон. Ну-ка, сейчас. Предел Кепплера же был? По-моему, в начале сам. Тунда, одна Ньютон, и всё. Одну секундочку, мои дорогие. Сейчас я пока прервусь, но вы, как обычно, этого не заметите. Но я быстро. Так, всем привет ещё раз. Я вернулся. Хотя, да, вы, наверное, это не заметите. Также забудьте за привет, в общем. Так, а... У меня это прошло просто много времени. У вас это будет буквально несколько минут. Журнал. Цитадель фанат, надо навестить Трайверс ваши. Погрите с Горотом. Ага, помните, мы находили цитадель Горота? Какую-то базу Горота. Ой, нам надо будет сейчас туда, а потом сюда. Ладно, сейчас смотаемся. Блин, мы не нашли один медальон Лиги Единс и один Соларианский жетон. Плохо. Уничтожьте главную базу Цербер. Так, вы узнали, где находится основная база Цербер. Отправляйтесь на планету Неферон. А в системе Колумбии в скоплении Вояджера. И что же здесь? Вояджера? Ай, раз не Роаргус. Ну-ка, я ж помню, было Роаргус. Роаргус. Ну-ка, Роаргус мы же все обшарили? Либо Роаргус был, либо не знаю. Нет, а, вот Роаргус, Феникс, Гидра, да, все тут были уже, все. Ладно, он говорит, систему Вояджера. Тауэр, Тимиды, Гамма-Аида. Вот, скопление Вояджера. Я же был скоплением Вояджера, да? Скопление Исхода вижу. Тауэр, Тимиды. Да ладно, а, нет, тут скопление Вояджера. Амазонка была. Янзы была. Колумбии не было, вот там. Вот так вот. Колумбия. Почти как Зимбабия только. На. Вот. Что же делать? Вот, наверное, сразу постараемся сегодня выполнить все эти квесты. Чтобы не бегать по сто раз в разные точки. Так, Клоджия. Нет. Клоджия пытается очень грязно идти. Ага, но здесь ничего такого обычного нет. Блин, неужели я не найду все эти? Неферон, вот она. Сейчас запишем. Неферон. Неферон, говорю. Неферон. Сейчас, да, прочитаем его тоже. Там должна была остаться последняя база этих... Обнаруженный элемент в Самарии. Не то. Согласно недавним слухам, в Он-Таэтер, в Экстронете, во время предшествующего падения империи Протеан, их корабль потерпел крушение, пробив кору... Э... Планеты. Предполагается, что он по-прежнему находится в центре планеты, являясь причиной ее необычной большой массы. Тщательное измерение гравитации поля Он-Таэтера со спутников показал, что ядро планеты не имеет никакой их аномалии. Блин, не осталось один жетон, один этот найти, я даже не знаю, где их искать. Собаки. Громар. Медальон. Еееей. Сканирование планеты Громар вывело на орбите... А, вывело на орбите заброшенную космическую станцию. Команде удалось обнаружить несколько предметов, представляющих интерес. Среди них был медальон Лиги Единства. Ага. До того, как Альянс начал экспедицию в скопление Бойзера, в Громаре находилась одна из чтей Турианского интерферамического телескопа. Она была соединена под средством цепи и дорогостоящих коммуникационных сверхсветовых буев. Со второй частью в скоплении бета-аттики в паре они составляли виртуальную линзу, эффективная величина аппаратуры, которая была равная нескольким тысячам световых лет, которые отделяли их друг от друга. Этот телескоп позволял турьянцам составить очень точную карту системы термина. Турьянцы, виздите, неферон. Что про него пишут? Бесплодная вулканическая планета, за исключением геологических достопримечательностей, среди которых много впечатляющих вулканов. Эта пустынная планета не представляет интересной информацию о неферонии страны. Ну и фиг ли бы мы про неё писали, если она ничего не представляет без этими. А-а-а. Так, подтвердить. Окей. По-моему, здесь нам надо будет помочь местной команде справиться с Рахней. Так, главное, чтобы я высадился сверху. Я же прикинул путь. Да, высадимся здесь, давайте. Блин, я придумал. У нас будет ещё одна серия, где мы вернёмся на цитадель, прежде чем пойдём на Вейран. Ну, то есть, не на Вейран, а на тренировочную площадку мы её, конечно, попробуем. Посмотрим, что из этого выйдет. Будет ли это интересно? Ну, или просто... Ну, в смысле, даже не интересно, потому что вас сейчас не так уж много. Посмотрим, даёт ли это опыт. Если это опыт даёт, тогда, в принципе, это нам подходит. Почему бы нет? Попробуем пострелять, побегать. Ну, всё однотипно, да, разные враги, да, чё поделаться. Мы уже пересобрали слишком много ресурсов. Торий. Или, да. Но я думал, пока не поиграешься в эту игру, не узнаешь, где он. Так, следующий у нас где-то тут. Поехали. Я буду стараться минимум 3 серии в день выпускать. Хотя не всегда иногда у меня не будет получаться, поскольку у меня будут и другие дела. Ааа, как все успеть, я даже не знаю. Как же превратить свое в хобби, в работу? Да никак, все только от вас зависит. Ну и пока не знаю, мой канал не отцов пользуется интересом. Вас только 28, даже смешно говорить. Но вы все равно все молодцы. Чтоб присоединились ко мне поддержать меня, так сказать, даже просто... Эх, хотя нужно вас тысячу. Можно было подняться к какой-нибудь хайпе. Но, как я вижу, это никому не интересно. В принципе, если вдруг я уйду в эту работу с головой... А, черт. Имеется в виду, что вдруг я начну с этого получать профит платинов. В плане, что восстанет достаточно много, что я пойму, что это не просто хобби, а прям работа. То я начну так же клепать видосы только так. Возможно, я еще буду их там дорабатывать обработку разную, там, фотошоп, там, сделать новую картинку. Делать не ту, которую предлагают, а именно... Которая мне нравится. Теоретически я могу выбрать, конечно, подзапариться. Но я пока не вижу с этим смысла. Мегче просто набрать пока просмотры и все. А все остальное чуть попозже. В принципе, можно будет даже продумать момент, когда буду клепать огромное количество видосов, чтобы все успевать и выкладывать их. Ну, в смысле по времени, чтобы вы не замечали даже случай чего, если вдруг я не могу. Если там сдохнули, еще что-нибудь, на несколько лет вперед-то выложу. И будет хорошо. Но... Кому какая разница сейчас, да? Я даже не знаю, как вас привлекать. Играть в новые игры, ну, мало кто их смотрит. Причем, если я выберу какую-нибудь совсем новую игру, ну, блин, пойдут, поищут, меня даже не увидят. Я просто... Там дофига других стримеров. Ютуберов. Ютуберастов. Я, да, пока так понемножку где-то высвечиваюсь. Вряд ли когда-нибудь стану популярным. Не знаю. Ну, по крайней мере, это для меня стало хобби, и это очень важно для меня. Берилий. Хотя я вот жалею, что упустил свои... Не знаю, пять лет, наверное. Ведь я мог, как только у меня появилась новая видеокарта, сразу начать записывать все подряд. Или даже раньше, когда играл в старые всякие игрушки. У меня же комп тянул. Что мешало. Блин, а у меня микрофона не было. Но это мелочи я же мог купить. Даже самый дешевый. Даже... Сейчас у меня и то нет микрофона нормального. У меня неплохой... Ну... Не скажу, что хороший, лучше так скажу. Но микрофон какой есть. Звук, ну, не знаю. Улучшу только, когда подписчиков наберется достаточно. Чтобы они смотрели, говорили, типа Фу, тебя отстой на микрофон. Мы тебя любим. Ты сделай хоть что-нибудь лучше. Я скажу, без проблем, мои ребята. Ради вас я буду стараться. Но пока такого нет. И выходит, что вот. Вот такие проблемы. Хотел бы я все изменить. Хотел бы я сделать лучше. Но я упустил свое время. Если ты смотришь и тоже хочешь чем-то заняться, не упускай свое время. Держись за это. Иди к этому. И все. Конечно, я сейчас работаю над идеями, как продвигать свои каналы. Возможно, даже соглашусь. Соглашусь с помощью. Хотя хотел бы все сам. Но, возможно, по продвижению первое понадобится кто-то мне на помощь. Ты что, так и будешь меня бить? Почему не на английском кричат? Блин. Тот тоже все? Блин, не получилось. Ты где тут? Ты будешь глючать Гоу-гоу-гоу-гоу-ваду? Фигаси он улетел. Да ладно, ты меня запарил. Господи, какой он живучий был. Десять штук дают за него. Походу, я, господи, уже почти все свои запасы выплатили. Ну ладно, какая разница. Че-то, по-моему, я где-то упустил планетку одну. Хотя проверим. Но вроде это не это было. Возможно, мы найдем еще одну точку, куда надо высадиться. Потому что я четко понял, была планета, где надо будет защищать людей от рахни. Ну посмотрим, может, как-то связано с этим. Набор улучшений. Окай. Так, ядерный, во. Где же явно кто-то есть? Я вижу вас. А, забегали. Кто вы здесь? Опа, снайперы. Фум. Молодец! Ёлы-палы, а! У меня прям как честно, что надо внутри сохраниться. Да. Сейчас вот защищаем эту планету, на этом мы закончим. Да-да-да-да. Ой, оружие сменились. Блин, опасные у них снайперы стали. Че, плохо, что враги здесь вместе со мной улучшаются. А-да-да. Бай! Ляра, ползи сюда, бесишь ты меня. Блин. Ладно, прибегнем к старой тактике. Мы одного убрали, но этого недостаточно, как вы видите. Но. Во. И у них очень много снайперов. Ляра, тряпка. Я думал, в ее билетические способности нам пригодятся, но, блин. Походу не пригодились, что могу сказать. На. На. Блин. У них дикие снайперы, слушайте. Ну, я сохранился, у меня есть один убитый. Уже хорошо. Блин, да, это будет сложненько. Ва-па-па-па. Ты еще откуда здесь делся? Ва-па-па. Пират, пират, пират Уху Чё вы такие жёсткие-то? Так, медленный выстрел мне не канает Что мы можем взять ещё? Кувалда Цель Огневная мощь, токсичный урон Ну ладно, только кувалда остается Да, есть минус один Так, одного убрали Работаем по старой схеме На шесть гранат уже хорошо Блин, у них очень много снайперов Они прям бегают как тараканы И нам мешаются Меня не вышивают полностью Через броню, через всё, вообще плевать Ну да, в этом был плюс снайпера Я понял, что во второй части Или в третьей Там снайпер вообще только так разруливал всё Ага Мы должны его убрать Ой-ой Есть минус снайпер Опа, опа, опа Ох ты ж Ещё не снайпер был Слишком рискованно Я хочу убежать отсюда Давай, пеки, пеки Всё, остался один снайпер Двух мы убрали Сейчас должно пойти легче Давай, 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 давай Всё Ооо, это было сложно Ну, вариантов у нас немного что делать Но уже не такая большая армия Как была до этого Ага Ага Всё, нету у вас снайпера больше Опа Да, на тебе Собака Как я мог промазать О, это снайпер Господи Чё, всё? Нет, ещё есть Ещё один снайпер Мать моя Ой-ой-ой-ой Ага Выбил тебе оружие Бей его Бей его Блин, ты сволочь Одного глазу Но выстрел нас снять Фух Это было Что-то с чем-то Ещё не конец? Да ладно А нет Фух Аж во рту Пересохло всё Так Патроны И как бы не хот... О, блин А, да-да-да-да Надо взять этот Фугасный снаряд Какой-нибудь мощный Ну, который этот Ядерный Который там Два выстрела И перегрет Мм, давай И поставить два охлаждения И вообще будет ништяк Будет выстрел Как с дробаша И будет ништяк Врагов то, что не вижу, не страшно Так Взять всё Всё-таки я не могу понять Кого же мне взять для... Для испытаний на этой Ладно, разберёмся позже Пока не буду заморачиваться Всему своё время Так, вы осторожно Нажимаете несколько кнопок И раздаётся сирена Данные из базы Начинают самоуничтожаться Вы быстро копируете Как можно больше файлов На ваш компьютер Память всё ворота Компьютер выключается Сначала Вами Ваш Вами данные Скаченные вами данные Вероятные зашифрованные У нас есть время Чтобы взломать их Скопировать файл И чё? Да и аптечки Но это всё равно Не объясняет Откуда взялись Рахни Так И сразу вон рядом То, что нам нужно Иногда меня раздражает Что знак не исчезает Я не знаю Это глюк, не глюк Он бы на кресик менялся бы Помню, как первый раз Я купил масс эффект Даже не купил Мне, по-моему, передал друг На диске Или показывал диск Я не помню Я построил обложку Что-то инверсованное Мне она вообще не понравилась Я раньше судил по обложкам На, я даже не помню Как я им начал-то Что тут и где А, я не знаю На 1 жетону Как оказалось у него Не известно Мда И ещё где-то вот тут Да, у меня точка На тут Надеюсь, там не молотильщик. Ну, а если даже и молотильщик, нам как-то все равно. Да-да-да, тут молотильщик. А где же была эта база, где я должна была защищать от Рахни? Ну-ка, журнал. С Гаротом. Все, осталось только два задания, ужас. Будем его избивать не спеша, а планомерно. Нет, кобьет. Вот это да. Как? Стой, стой! Да, странно. Возможно, я где-то упустил квест или ещё чей-то. Либо целую планету. Ну, вроде я все проверил же. И там ничего. Ах, возможно, они будут на этом. Которая в Айране, в Айране, как он-то называется. Так, давайте посмотрим, что у нас пришло. 312, стена огня. Переплавим. Так, слабенький. Мы берём минус поглощения тепла. Нам нужно, наоборот, то, что сдерживает тепло. Рельсы, наверное. Вот, фугасные. Знаете, снежная буря. Так, ладно. Тут чё у нас? Обалдеть. Что мне там хотят показать-то? О, рельсы, сколько? 336. Слава богу. Я могу взять себе. Не знаю, зачем мне это, но хай будет, как говорится. Мод нужен... А, нет. А где поглощение тепла? Улучшение отдачи, урон. Ну, ладно, не суть. Чё, тебе можно пихать? Тоже 336. Не слабенько, слушайте. Хотя мы лучше ничего не пихнём. Пистолета лучше нет. На тебе рельсу. Вот снайперки вроде есть хорошие. Хотя бы для одного из... Нет, нормально так. Давай, 277. Чё-нибудь переплавь. Я не знаю, это 260 переплавь. Тебе дадим 277. 279. Ну ладно. Ага. Блин, уже не имеет смысла. Сейчас один разберём и всё. Тут нафиг надо, тут ничего нету. Медицинского... Вот есть. Всё. А то мы без медицины. Так, себе так, щиты. Чё ещё могу сделать? Защитят физическое время. 140 щит и 100. Ну, давайте 140 возьмём. Всё. В принципе, это всё, что я могу сделать. На этой планете. И всё. В следующей серии, скорее всего, у нас будет либо последний, либо нет. Потому что мы забежим на Цитадель. Возьмём там квест. Ай, блин, всё время забываю про базу. Ладно. Давайте. Не переживайте. Мы уже всё ближе и ближе к концу. Ну, всем хорошего настроения. Всем пока. Всем до следующей серии. Продолжение следует...